привет всем продолжаем тему женщина и финансы путь к финансовой независимости или женщина и деньги эта книга бода шефера немецкого коуча на вопросы день деньги и мотивация инвестиции все такое в общем для бизнес коучин во всяком вступление его во всяком случае я решил изучить этот вопрос я прочитал всю имеющуюся в своем распоряжении литературу по теме женщина и деньги а также все статьи в прессе на немецком и английских языках исследовал всю статистику доказывающую документально двоякое обращение женщины с деньгами либо они сами зарабатывают деньги либо полагаются на других как они вкладывают деньги каковы их знания личных финансов каких размеров средний доход в общем все я был шокирован результаты моих исследований были убийственными например представьте себе как это тяжело жить всего на 400 евро в месяц в европе я уверен что вы можете распределить эти деньги на целый месяц и не будете голодать но это существование недостойно человека это разговор о бедности при этом вы не сможете купить свежие фрукты деньги вам будут нужны в других случаях а теперь главный вопрос как вы думаете сколько женщин получают пенсию в размере 400 евро и даже меньше если такая судьба ждет 10 процентов женского населения тогда это катастрофа но правда на самом деле еще ужаснее 80 процентов всех женщин получают пенсию до 400 евро в месяц и это в нашей богатой стране в германии всюду ли материальное благополучие не думаю материальное благополучие обходит большинство женщин стороной но этого же нельзя допустить неужели вам не чуждо такое чувство что вы можете создать семью вырастить детей иметь работу справляться со всеми проблемами которые будут возникать на вашем пути а денежные проблемы вам не по зубам я постоянно например слышу я очень занята чтобы заниматься денежными проблемами или я не могу обращаться с деньгами мы работаем ради наших денег но упускаем тот шанс который заставил бы наши деньги работать на нас почему потому что это нас не волнует и если это нас не волнует это тоже позиция свой выбор но я убежден что материальное благополучие это наше врожденное право для всех людей и я также убежден что относительно легко схолотить состояние как а почему же женщины должны быть исключением я хотел исследовать этот вопрос поэтому я составил анкету и это слал но приблизительно 1100 женщину версии этой анкеты были напечатаны в женском журнале и до этого еще никто не пробовал так основательно исследовать отдельные аспекты отношений женщин к деньгам бесконечные ответы доказывают новое сознание этой темы результаты привели меня в изумление и послужили основой вот для этой книги которую вы сейчас слушаете я верю в учение моей книги путь к финансовой независимости я верю в путь который укажет это вот новая книга которую вы сейчас читаете я чувствую потребность нового послания книга для женщин книга которую мы сможем взять с собой в новое время я не верю в то что я как мужчина пишет бода шефер должен сам писать книгу для женщин если бы книга была написана только женщиной это звучало бы при нескольких обстоятельств феминистично так считали многие женщины которым я задавал этот вопрос и и всем понравилась идея что эта книга буду будет написана и женщиной и мужчиной вместе поэтому я нашел себе со автора женщину госпожу кэрол ферст ру ведущая телебиржи нашла она эту идею превосходной в ней сливаются воедино все важнейшие качества нужные для со автор во первых она женщина во вторых она компетентна в этом вопросе ее называют снова и снова лицом биржи все-таки уже шесть лет она ведет популярнейшую в германии биржевую программу и в третьих она образец для многих женщин как в ее отношении к деньгам так и в обращении с деньгами ведь было бы неуместным теоретизировать о вещах которых не имеешь ни малейшего ни малейшего представления мы полностью убеждены что каждая женщина течение семи лет может стать финансово независимой если вы держите эту книгу руках тогда вы без сомнения особенная женщина вы хотите оптимизировать свои финансы вы также догадываетесь что это не так уж и тяжело потому что вы знаете вам принадлежит место под солнцем жизнь может быть замечательной это значит что наше финансовое положение не должно нам портить жизнь деньги должны стать в нашей жизни только поддерживающей силой как долго это может длиться мы полностью убеждены что каждая жжете женщина в течение семи лет может стать финансово независимой разумеется не всегда будет это легко но неужели легче оставаться жертвой не упорядоченной не устроенной финансовой ситуации деньги конечно не все решают но когда их не хватает то ситуация становится серьезной эта книга может повлечь за собой необходимые изменения она покажет вам как можно достичь финансовой независимости нас радует совместная дорога с вами наш мир нуждается в женщинах которые в финансовом отношении являются примером для всех и это воодушевляет будет ли это легко я уверен что нет потому что каждое изменение не дается просто вам нужно мужество вам нужно мужество для того чтобы изменить направление вашей жизни вам нужно мужество для того чтобы отважиться на новые поступки да вам нужно мужество чтобы стать богатой по меньшей мере в начале нам кажется что изменение это вещь тяжелая но разве у нас есть выбор жизни слишком коротка чтобы человек оставался бедным и малозначащим а с другой стороны стать богатой это гораздо легче чем вы себе думаете вы не должны забывать деньги это ваше прирожденное право эта книга укажет вам путь к вашему прирожденному праву вы же знаете деньги хорошо влияют на женщину ваш вода шефер часть 1 смелое обращение с деньгами это решает ваше отношение если разница между мужчиной и женщиной в обращении с деньгами чаще всего допускаемые ошибки женщин в обращении с деньгами отношение к деньгам люди думают что на вершине нет совсем места хочу вам сообщить на вершине предостаточно места маргарет тэтчер и так глава 1 если разница между мужчиной и женщиной в обращении с деньгами у кого деньги у того власть женская мудрость гласит едва у женщины появляются деньги не нужно чтобы кто-то командовал ее жизнью джоуди резни если вы поразмыслите над тем каким образом изменить направление вашей жизни что же будет в этом случае для вас важным что же должно случиться чтобы вы почувствовали себя богатыми богатыми не только в материальном плане но и в душе в сердце что же достаточно случиться должно для того чтобы вы руководили той жизнью которую вы себе представляете и какая вам принадлежит по праву чтобы вы посмотрели в зеркало и сказали себе с этой минуты жизнь будет у меня меняться и что же должно случиться для того чтобы вы это по-настоящему поверили вот все эти вопросы прямо или косвенно касается денег деньги уже при прочтении этого слова деньги наши чувства раскрепощаются у нас пробуждаете иногда хорошие но чаще всего неприятные ассоциации как-нибудь мы стараемся определиться в этой жизни и при этом наше отношение к деньгам становится решающим деньги вещь важная было бы смешно утверждать что деньги решают все наши проблемы по очень важно но очень важно осознать то что мы с помощью денег имеем больше возможностей больше гарантий и защищенности что мы можем реализовать наши мечты познакомиться с интересными людьми посетить увлекательные места и в конце концов больше влиять на окружающий мир деньги это осознанная свобода деньги дают возможность женщинам стать независимыми в этом отношении деньги гораздо более эффективное лекарство для женщин нежели нам это кажется на первый взгляд потому что мы еще не достигли того уровня когда между мужчиной и женщиной существует настоящее равноправие старые установленные законы кажется еще долго будут править миром удивительно но деньги могут изменить человека деньги менять чувства к самому себе деньги менять чувства других к вам глубоко внутри себя женщины это понимают лишь финансовая независимость путь к настоящей независимости пока женщина не использует свою силу и не заботится о деньгах до тех пор равноправие будет оставаться только мечтой деньги это очень важная вещь они дают силу женщине люди с деньгами принимаются в каждом высшем обществе их больше слушают с деньгами у них больше развито чувство безопасности ничто не может их так легко вывести из равновесия деньги успокаивают деньги распространяются и на другие сферы жизни с помощью денег можно лучше высказываться например вы можете жить своей жизнью вы можете себе и вашей семье обеспечить такую жизнь какую вы заслуживаете что касается обращение с деньгами в людях заметны две крайности первые видит лишь знак доллара перед собой все у них вертится вокруг стола деньги единственная величина в их жизни большинство из нас не любит таких людей и правильно и существует еще одна крайность это люди стремящиеся избежать жизненного пути выбрана представителями первой группы то есть сильными они избегают общения с финансами где бы это ни было им другие вещи кажется поважнее нежели гнусное богатство в кавычках связи семья здоровье духовное человеческое тепло во всяком случае эта группа людей игнорирует тему деньги при любой возможности счета хранятся закрытыми выписки счетов откладываются на задний план о деньгах по возможности вообще не говорят и не вспоминают главное при этом то что мы осознаем в обоих случаях речь речь идет о крайности а нам нужна золотая середина мы должны понять важны ли для нас деньги сколько времени мы должны посвятить этой теме мы должны научиться использовать деньги как поддерживающие силу в нашей жизни но не ведущую конечно в нашей культуре кажется нормальным если деньги играют роль определенной терапии и о проблемах в личной жизни даже об интимных вещах можно говорить открыто но не слова о деньгах это просто неприлично сейчас мы должны перестроиться мы будем говорить о деньгах я сидел в ресторане и размышлял о своей книге в блокноте я записывал некоторую разницу в обращении женщин с деньгами которая бросилась мне сразу в глаза мой знакомый по бизнесу который меня сопровождал критически осмотрел мои записи я убежден что существует какая-то разница но она касается лишь малой группы женщин заметил он прежде чем я собрался рассказать ему о моих бесконечных разговорах с участницами моих семинаров чтобы его немного проучить случилось нечто необычное за соседним столиком в принципе обычная ситуация но слишком хорошо известны хотя ее можно даже назвать значительной видимая верхушка характерного отношения многих женщин к деньгам мы наблюдали следующее супруги за соседним столиком хотели оплатить счет незаметно даже украдкой жена втиснула мужу деньги в руку для того чтобы тот передал их официанту это был были благие намерения со стороны женщины она хотела очевидно оградить себя от ему же от неловкости следуя правилу женщина ведь не может платить за мужчину как же это будет выглядеть что будут думать друг другие люди скрытность которой она действовала показывала будто она делать что-то запретное и для женщины было очевидно то что нормальное распределение ролей поставила с ног на голову здесь возникло зависимое отношение наизнанку вместо того чтобы воспринимать эту экономически мощную ситуацию как-то что-то нормальное или вообще нас наслаждаться даже и у многих женщин развивается чувство вины так словно они движутся в пространстве власти которые им не положено но этого недостаточно женщины привыкшие сами официально платить на людях очень часто испытывают на себе такую ситуацию когда официант отдает сдачу мужчины ее спутнику и само собой официант не задумывается над своими действиями это самое разумное для него у мужчины деньги он и платит то есть это сфера мужчин я думаю иначе на мой взгляд это самая нормальная вещь в мире когда женщина финансово независима то есть зависимость во всех случаях не нужна и не достойно человека этой книгой мы не хотим внезапно улучшить весь мир но вы можете улучшить ваш мир вы можете стать финансово независимыми через семь лет с этой целью мы написали эту книгу давайте начнем с того что я представлюсь я хочу с помощью своей жизненной истории показать вам мое отношение и так история бода шефера мне было 18 лет когда умер мой отец гости на его похоронах сказали моей матери фразу которая запомнилась мне на всю жизнь он заработался то есть мой отец несколько лет до этого со мной мало общался он работал несколько лет до этого со мной случилось одно происшествие которое привело меня к решению стать богатым я был на распутье с одной стороны я хотел разбогатеть а с другой я никак не хотел зарабатывать и заработаться до смерти как мой отец к тому же у меня возник еще один конфликт который появился в результате моего христианского воспитания до сих пор у меня в ушах звучат некоторые цитаты из библии вы наверное тоже их слышали легче верблюду пройти через игольное ушко чем по богачу попасть в рай между прочим это цитата передается полностью неправильно и с чужим чуждым смыслом но об этом речь пойдет позже и с одной стороны деньги значит что то плохое ведь с большими деньгами не не попадешь на небо а с другой стороны я хотел разбогатеть потому что я думал что деньги сделают жизнь более добротной и все это привело к тому что я в 26 лет обанкротился не только финансово но и что казал касалось моего здоровья и эмоционального состояния то я был тоже полностью разрушен двойственные ценности тянули меня постоянно в разные направления моя личная жизнь распалась я был одинок и сам себе не доверял я жалел сам себя и я не смог себе представить что когда-нибудь я смогу это изменить у меня не было ни малейшего представления как я это смогу изменить чтобы стать богатым в таком расположении духа я познакомился со своим инструктором и от него я выучил основополагающие законы богатства легко понятные не всегда просто выполнимые вещи которые распознают разницу эти пункты я описал в книге путь к финансовой свободе некоторое время спустя я был финансово независим это означало что я мог спокойно жить с процентов моих денег всю оставшуюся жизнь я достиг определенной суммы денег моя цель была тоже достигнута я имел все ради чего я работал так тяжело но потом что-то случилось на что я не рассчитывал я не был счастлив бессмысленность распространялась вокруг меня я понял что деньги не означает автоматическое счастье но я не хотел себе в этом признаваться когда я потом перечитывал то что записал то вдруг осознал что я не был счастлив и что так дальше не может продолжаться мне нужен был смысл мне нужно было задание я хотел с пристрастием работать над чем-то и и второе желание про смысл жизни у меня в общем прошло все в поисках смысла жизни я хотел знать кто я кем бы я стал если бы все потерял что я делаю в этом мире чем я могу помочь чтобы земля стала лучше это длилось долго пока я не нашел ответы на все мои вопросы на это у меня ушло немало времени в основном только потому что я вначале стремился к богатству потом уже к смыслу жизни было бы лучше если бы я искал обе вещи одновременно и смысл жизни и богатство отсюда и мое желание я хочу помочь другим людям стать богатыми богатыми деньгами и счастливыми я хочу поддержать вас в ваших поисках материального благополучия и мое второе желание даже если мне приносит удовольствие то что я могу помогать взрослым давать советы по этой теме то мне бы очень хотелось и мне очень жаль и очень больно что наши дети не учатся этому вопросу в школе ведь это же важно после таких раздумий у меня возникла потребность изменить в европе школьную систему и я хотел бы чтобы наши дети уже в школе учили то что мы только сейчас пробуем усваивать коммуникативность умение создавать связи поддерживать эти связи самостоятельная работа мораль этика обхождение с деньгами все это нужно интегрировать в нашу школьную систему а также не должно продолжаться то что наши учителя оплачиваются по возрасту и уровню школы а не в соответствии с ихними достижениями почему я вам все это рассказываю ну во первых чтобы показать свою позицию во вторых я хочу вам разъяснить почему эта книга не ограничивается только финансовыми советами а идет дальше я хочу поддержать людей в их стремлении стать богатыми и счастливыми потому что обе эти вещи составляют единое целое поэтому я не говорю только о материальном благополучии я скажу лучше настоящее материальное благополучие это ваше врожденное право я не знаю где вы сейчас находитесь я имею ввиду ваше финансовое положение и вашу личную жизнь может быть вы в разгаре лета то есть у вас все прекрасно тогда в этой книге будет вы найдете то что заставит вас хоть немного задуматься ну и конечно множество намеков которые бы вам обязательно помогли но возможно у вас в душе холодная зима вы даже не знаете что как вам пережить следующий месяц и не видите никакой надежды тогда мы хотим вас обнадежить потому что вы держите в руках эту книгу потому что я верю после ночи всегда восходит солнце и вы должны этого только увидеть я желаю вам и себе чтобы вы нашли свою золотую жилу я знаю что она существует для каждого